Друзья, приветствую всех зрителей, подписчиков на своем канале. Приехал я на наш Брестский автоконфискат. Конец недели, очередное видео. Посмотрим, что поменялось, что изменилось здесь за неделю. Сегодня так достаточно прохладно было с утра, но, в принципе, немножко распогаживается. Может и солнышко вылезет. Ну, давайте пройдемся, что тут. Пока новинок не вижу. 2373 вот этот культиватор, прицеп 492 рубля, но такой розовый ценник, то есть, скорее всего, без документов продается. О, Иш, Планета 5. Год выпуска не установлен. 455 рублей ценник на него. Дальше идем. Прицеп этот тоже уже давно, 494 рубля. Культиватор фермер. Тут тоже эти старички, Планета 2, 257, 519, Минск, 477 рублей. Вот этот вот тоже старенький. Ну, и вот это более новое, 1403 рубля, Минск, 19-го, по-моему, года. Он, да, такой покоцанный немножко. И 309, вот этот культиватор. Пойдем, что тут дальше посмотрим. Тут, помните, стояли два Рено, 19-е и Лагуна. Не вижу. Или их куда-то перегнали. Ну, ребята, здесь уже, смотрите, практически ничего нету. Да, опустела стоянка. БМВ, я смотрю, вот эту вот. Е39 перегнали. Походу, Пассад. Пассад сразу посмотрим. Забирают ребята только что-то. Привет. А что на шнурке? Не завели. Пур говорит, попутру идут. Отключили сигналку даже тогда. Да. Я вот лазил... А кто хозяин? Вот этот за рулем, который? Вот тот, наверное, в красной шапке. А, в красной шапке? Брестки, я не знаю. Пружаны. Пружаны. Короче, Пружаны отправляется. Все, они сейчас будут дергать. Вот, видите, ребята, заодно и Пассад, кстати, этот за 1800 с копейками долларов ушел по итогу. Стартовая была там, по-моему, 1200. То есть, было, по-моему, там что-то в районе пяти участников, пяти желающих. Ну, вот победитель аукциона вот сегодня забирает машину. 408 рублей вот это вот Рено 19, как запчасти продается. Ну, сейчас посмотрим, запустят или нет. Вроде, говорит, сигнализацию отключили. Короче, Б4 Пассад дизельный тянет Б3. Газу-газу-газу-газу-газу-газу-давайте. Ну, ребята улыбаются, значит, довольные. Не знаю, что они не смогли завести. Там просто аккумулятор был слабый. Итак, что тут наши старички? 4158. Туринг. Не знаю, почему. Так, ну, тут ничего не поменялось, значит. 320-я Ешка погибает. Скоро разложится он уже тут на молекулы. 800 рублей дизельный МОНДО. Омега. 315 рублей. Кто-то там спрашивал, на ходу она или нет. Ребята, сложно сказать. Сложно сказать. Там, в принципе, в основном машины все на ходу, когда их забирают. Ну, другой вопрос. После такого длительного простоя, что тут могло случиться. А, ну да, немножко, в общем, сюда поперетаскивали. Вот этот вот Гольфик тоже там стоял. Возле той стены. 1350 рублей. Гольф этот стоит. Соточка. 53-я. 933 рубля. Тоже особо ничего не поменялось. Премьерка. Чуть-чуть уценилась. 737 рублей. Бочка Б3. 1360. Просили ее, кстати, посмотреть. Более внимательно. На втором канале посмотрим, друзья. Кого-то заинтересовала машина. Меган бензиновый. 1603 рубля. По-моему, тоже чуть-чуть уценился. Б2 дизельный. 748 рублей. Мазда А820. 823-я. Ванева 2002 года. 5,788. А о, какой дракон. Ну, транспортеры-то тоже оттуда перетянули. То есть решили немножко более компактно это все сделать. Бензиновый. 83-го года. 1,6. 1080 рублей. Гольфец. Ну, с бамперами уже такими от рестайлинга. В переднем, по крайней мере. Может, от джеты. С ручкой. Понятно, беда. Такой задранный такой поднятый. Купешечка, короче. Парковщик. Такие вот накладки. Блин. Хрен открою. Болт какой там стоит. Там типа даже как с правой стороны. Под река, рассидение. Да, конечно. Подуставший. Подуставший гольфец. Что там? Моник, походу, да? Посмотрим, что там. Масло в порядке. Стаканы целые. Ну, понятно, что он крашеный-перекрашенный. Я думаю, что будет этот долгожитель очередной. Пока не уценится. 5-961. Вот этот вот транспортер. Тоже пока не меняется. Перегнали его оттуда. Тут тоже, смотрю, тот боливарчик. На приостановке. Трактор. Тоже за такие деньги вряд ли его кто-то купит. Вот этот вот боливарчик. Грузовичок. 8,553. Цены все в белорусских рублях, говорю. Делите на два и получите в долларах. 10,0006. Вот этот вот Ducato по-новее. Этот тоже Ducato более старший. 1800 рублей. Меньше 1000 долларов уже. Прицеп 3.763. Неплохой, кстати, прицеп. В достаточно нормальном состоянии. Ну, цена, правда, такая. И вот появился новый полуприцеп рефрижераторный. С установкой Carrier. Сложно понять, какого года, какой ценник. Но, возможно, на сайте вы найдете таким вот дополнительным баком. Резина так себе. Но зато две запаски. Одна от прицепа, одна от тягача. Посмотрим. Ну да, полноценный. Полноценный 82 куба полуприцеп. Прицеп рефрижераторный. То есть для работы. Там это польский, кстати, номер еще. То есть забрали у поляка за что-то. Ну, за что у поляков забирают? Либо что-то с документами. Либо что-то с грузом. Ну, резина так себе. Хотя прицеп... Полуприцеп, точнее, целый. Ну, я думаю, что на сайте будет ценник. Кому интересно, посмотрите. Так, дальше идем. Нету форда. Эскорта, помните? В универсале бензинового. Там, по-моему, что-то он в районе тысячи... Ой, тысячи. 500 или 550 рублей. 282 рубля шестерка. Вот этот вот Мондео. Чуть-чуть оценился. 982 рубля бензиновый. Диски красивые. 470 рублей Рено 19. Таким пятнистым капотом. Голубенький Ford Escort. 267 рублей. Просил его тоже кто-то посмотреть более подробно. Ну, посмотрю, ребята. Раз уж приехал, посмотрю. Заходите на второй канал, кому интересно. 8095 807 Вот этот вот бензиновый Peugeot. Вот эту сотку никак кто-то не заберет. 842 рубля. Ну, тут... Видите, крыша такая тут. Крыша шпаклеванная. Притом конкретно. Судя по звуку. Семерочка. 289 рублей. Классика, классика. А, ну, завелся пасек. Калашматит. 239 рублей копейка. 355 рублей. Рено 19. Ну, и тут что-то как-то пусто. Пусто-пусто. Короче, стоянка пустеет и пустеет с каждым разом. 1745 рублей. Вот это Нива. Лагуна. А, лагуна это оттуда. 945 рублей бензиновый 1994 года. Да, скоро снимать мне здесь будет нечего, ребята. Да и 2820. Вот это Opel Vectra дизельная. Таксиста. Тут, помните, стоял Mercedes A-класса. Тоже я его не вижу. Ага, продали. Продали, ребята, Chrysler. Долгожители. Ну, да. Уже цена у него там была очень низкая. Но и состояние, ребята, смотрите. Порог. Двери. Конечно. Хотя машина в целом неплохая, но уж очень подгнившая. Гонка Opel Ascona 501 рубл. Вот это 3.4 с прошлого раза. Бензиновый 1.8 1994 год. 2772 рубля. В прошлом обзоре более подробно на ней останавливался. Ровер. 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 Это новинка с прошлого раза. 1080 рублей. Еще он пока не уценился. Кто-то там просил посмотреть багажники, что там. Ну, не знаю, если сейчас открою багажник. Говорит, посмотрите, лежит там что-то в багажнике. Что там такое лежало в багажнике? Ну, ребята, ничего не вижу. если что-то и лежало, то уже нету. Баллон. Ну, возможно, какой-то секретный баллон. может, не очень секретный, может, с секретами. ничего я тут такого не вижу интересненького. Тоже просили его посмотреть, ребята. Ну, что тут смотреть? Здесь машина скорее всего на ходу по кузову, конечно. По кузову она подуставшая. Порогов, я думаю, там не будет. Идем дальше. 11-я 679 рублей. Вот этот вот конструктор транспортер 10-594. гонка красная 486 рублей. Моздень 323-913. Ничего, по-моему, не поменялось еще. Фокус. Фокус это с прошлого раза новинка. Первый бензиновый. 3-780. 680 рублей. Премьера. Б4-я бочка 4-276. Не помню, по-моему, слию ценила, что процентов на 5, не больше. 1069 рублей. Вот это вот семерка. Пунта тоже пока не уценился. 777 рублей. На втором канале, кстати, есть обзор на него. Кому интересно, заходите, посмотрите. ну и здесь смотрю, что нету пыжик 407-й. Нету, куплен. Митсубиси уже тут достаточно давно. 2-316. Фиата Темпры нету, тоже продан. Спорт H2 965. Ёлочка вот это вот эвазион 3440 бензиновая. Я думаю, что дизельная она бы уже ушла. И вот этот вот, ребята, Vito 2.2 дизель 2004 года 1440. Что-то мне, если память не изменяет, по-моему, он уже выставлялся. Он уже выставлялся, потом его опять какие-то там были проблемы то ли с документами, то ли с владельцем или там повторный был суд или что-то такое. По-моему, по-моему, он был уже. Да, вот эти повреждения. Бампер, крыло. Оно тут, кстати, пластиковое. Если мне память не изменяет, по-моему, где-то из Европы. Может, ошибаюсь. Вот так вот по низам, по порогам, по швам. Но Мерседесы, эти, сами знаете, не отличаются стойким кузовом коррозии. Тоже низы дверей. всевозможные коцки. Здесь машина стоит достаточно давно, но тут, конечно, печально все. Печально, печально. Точно так же и на дверях, пороги. Крыло пластиковое, вот оно целое. Стальное бампер, капот, стальное все подгнило. Капот закрыт. Ну, как бы для сварщика тут хорошего особо работы может и немного. А если вы сами это все умеете делать, то тем более. Ну, похоже, вот это вот перетягивалось уже в кожу. механика. Походу, маслица застыла, шестиступенчатая. Кондиционер, руль тянутой кожей, салончик. Да, тут видео такая целая пачка документов. Или это может не помню, у россиян каких-то забрали. Я помню, что-то там какое-то разбирательство было. То есть его сначала выставили, потом убрали из продажи. Какие-то нюансы. Ну, салон тут, ребята, салон, надо сказать, полноценный. то есть видите, три ряда сидений, все на месте. Запаска, пластик, все обшивки на месте. Коврики даже присутствуют. Потолок такой достаточно грязненький. салон, ребята, салон комплектный. 7000 долларов там чуть меньше. Не знаю. Все-таки минивэн, точнее не минивэн, а полноценный бус. Но, тем не менее, посмотрим сейчас, что еще там творится на мототехнике. Так, что тут? Ямахо, Ямасо стоит. 2600, 800, 285 рублей. Вот этот вот Rex Мото Horse 943 рубля. По-моему, что-то стояло, что забрали, наверное. и Viper 383 и еще один Horse 441. Так, ну что, друзья, вот такой вот был в целом обзор. Особо новинок нету. Если можно Mercedes считать новинкой или нет, кое-что продается. Корчики наши ржавенькие. Сейчас я еще прикреплю скриншоты тех автомобилей, которые проданы. Ну, а мы пойдем еще посмотрим там по просьбам подписчиков пару автомобилей. Если кому интересно, переходите на мой второй канал. Ссылочка будет вот в описании под видео. Ну, и на этом буду заканчивать, друзья. Всем большой респект и до новых встреч. С вами был Просто Дима. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok